всем здарова с вами варчик в этом видео я вам расскажу свое мнение по поводу всех этих собраний с разработчиками стримов ответы разработчиков и так далее что длится уже очень давно и мне как старому игроку уже все это порядком поднадоело единственное что веселит это каждый раз какие-нибудь смешные курьезы связаны с разработчиками потому что они видимо сами по себе какие-то смешные такие на них уже смотришь уже бывает смешно а так в целом одно и то же одни и те же вопросы балансы и балансы фугасы не фугасы арта кривые прицелы скользкие карты ночные бои включить выключить какие-нибудь там фонари на танке и типичная тому подобная билиберда которая уже честно говоря просто надоело одно и то же каждый год спрашивают ничего интересного как там будут кланы развиваться чё там укреп не укреп режимчики будут ли развиваться режимы которые уже тысячу раз говорили что будут развиваться уже даже честно говоря не интересно это не слушать не спрашивать не ждать какой там ответ будет потому что это все одно и то же все ответы честно говоря старые игроки уже давным-давно сами знают но так или иначе никто никогда не задает один главный вопрос что делать старому игроку в игре ведь играть вообще не интересно ты заходишь в ангар покрутишь танчик и в принципе все нажимая в бой ты получаешь один и тот же геймплей с одинаковыми исходами боя одни и те же карты одни и те же разъезды потому что ехать особо больше некуда и играть в целом не интересно все движухи в игре они связаны на одном они вокруг игры и завязаны на том чтобы ты нажимал в бой вот все эти акции праздники и тому подобное как они сделаны выполни что-нибудь там простое в бою выполни простое задание в бою и получи какую-то там награду фишку марку плюшку фигнюшку насобирая жменьку и получи какую-нибудь фигнюшку все одно и то же вот была ярмарка нажми в бой пособирай жетончики вот новый год нажми в бой пособирай игрушечки с коробочек и так что не событие просто нажми в бой и за те же самые одинаковые простые задания получи какую-нибудь разную картинку какой танк не возьмешь в принципе бои одни и те же очень редко бывает какое-то там разнообразие но в целом это уже билиберда надоело старых игроков которым до сих пор интересно в это играть найти довольно таки тяжело и проблема здесь в принципе 1 действительно нового контента в геймплее его нет весь новый контент в картошке это картинки до боя картинки после боя и награды за картинки все в самом бою ничего никогда не меняется карты не добавляются старые не изменяются какой-то живости в старые карты не добавляется путем изменения их и приведения в адекватное состояние по балансу любой старый игрок видит карту видит на какой респ он попал в принципе исход боя уже по большому счету известен изначально а как в этом может быть интересно играть как было интересно играть в стальную охоту абсолютно новая карта причем построенная по новому геймплею по новой архитектуре и в принципе там рельефы и структура города была абсолютно новая играть было очень интересно почему потому что все новое вот это я называю новый контент плюс еще твой танк менялся прям на ходу ты мог его дорабатывать в любую сторону ситуации в бою менялись видимость у тебя была такая что ты видишь танки только впереди себя это было действительно интересно но это просто включили выключили лучше по ней рандом включили выключили а тот режим бы я поиграл почти все режимы в картошке они иногда включаются и большая часть из них это просто точно также по нажимать в бой и ничего нового там особо нет а вот в стальной охоте было что-то новое но но так быстро кончилось что даже толком не поиграешь и абсолютно непонятно зачем не захотели банить подставушников потому что даже в стальную охоту можно было поиграть только первые два-три дня потом там началась придятельно потому что ты играл один если ты соло зашел а против тебя часто играли по несколько чуваков это полный бред потому что режим был каждый сам за себя а не каждый сам против нескольких и в рандом уже в честно говоря нажимать в бой никакого смысла нету если ты играешь я хотел сказать что много лет но я все чаще и чаще встречаю комментарии я играю один-два года и мне уже надоело а почему так потому что картошка настолько выкрутила все эти акции до максимума что там буквально ветки качаются уже не сотнями боев а буквально десятками спокойно можно выкачать акцию если максимально забустить себя всякими плюшками на опыт резервами их сами да буквально просто x5 покупаешь и ты так быстро прокачиваешь ветку что просто капец а если еще какая-то акция в эту ветку выпадает выкачиваешь ветку вот у тебя танк ты на нем играешь десяток боев принципе все ну может быть сотню боев сыграешь на мой взгляд когда я начинал играть очень много было движение с картами они добавлялись выводились изменялись и это происходило быстро сейчас там за год на малиновке дерево где-то убрали зачем это дерево мне надо такое ощущение что там в дереве было дупло в котором была моя семья белок которые куда-то унесли это для меня трагедия на всю жизнь да мне срать на то дерево можно как-то существенно карты менять добавлять нет нельзя потому что мы все карты перевели вожди и одна карта строится лет 500 наверное а раньше карты были из обычных текстурок незаморских и камни с деревьями можно было совать хоть каждый день но так или иначе большую карту для стальной охоты они построили но пока они ее там строили не знаю сколько лет все остальные карты просто остановились но до карту харькова не там за пару лет построили офигенно то есть следующая карта когда будет через год так медленно выходят карты что ты даже не замечаешь что они там есть а где баланс в этих картах попадая на определенный респ уже играть не хочется в чем прикол то я вообще не понимаю зачем все эти акции фиг акции ведь они все направлены на что чтобы ты нажал в бой и после боя получил какую-нибудь мелкую бильберду а сам бой то где там вообще непонятно на мой взгляд карты очень сильно влияют на интерес к игре интереса вообще нет эти союзники и враги они всегда такие были глупенькие игра всегда была кривая прицел всегда был кривой скалы всегда были либо сильно липкий либо сильно скользкие игра всегда такая была но карты раньше были лучше они не такие конченые были и добавляли новинки какой-то интереса в изучении новых карт. Пока ты пробуешь новую позицию, ты там делаешь какие-то ошибки, потом делаешь выводы, обучаешься. Или может быть исключаешь эту позицию, она тебе не понравилась. Ищешь другую. Это интересно. А сейчас что, попался на карту какую-то? Все, я в принципе уже наигрался, потому что я ее играл 6 лет. Что я на ней не видел на этой карте? Неинтересно абсолютно. Может быть новенькие в этой игре вообще не понимают о чем идет речь. Но ни один мой знакомый не играет в танки. Я сам до сих пор не пойму что я в них делаю. Как только движуха с картами закончилась в картошке, а она закончилась как начали карты переводить вожди, интерес к игре резко упал. И что бы там с игрой не происходило, насколько бы она кривая и корявая не была и сколько бы там ошибок и вопросов не задавали на этих встречах с разрабами, это все херня полная. По факту онлайн игры почти все кривые и корявые, не оптимизированные и так далее. Но если в нее интересно играть, то все равно в нее играют. Пока в ней есть что-то интересное, геймплей, пока он цепляет. В картошке было интересно изучать карты, позиции, пробовать, учиться. А сейчас в игре нечем заниматься. Все карты уже испробованы, все карты уже изучены. Они уже не интересны и они не сбалансированные. Если бы хотя бы респы на картах были равноценными, может быть они бы еще продержались какое-то время. Ну а так они уже вообще, видеть их не хочется. И такие вопросы никто никогда разрабам не задаст. Потому что это большой, развернутый. Это даже не вопрос, это целая история. Ну а какие вопросы обычно на встречах с разрабами? А там вот это вот камешек какой-то, там вот этот скользенький, там вот это, когда он исправится. Ну у нас там это вот, да, такой вот движочек. Ну да. Года 3-4, наверное, этот вопрос задают. Уже даже не хочется ничего слышать по этому поводу. Всем уже и так все понятно и очевидно. С вами был Варчик, играйте красиво. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok